Друзья, всем привет! В процессе принятия решения об отказе от российского газа в Европе, по традиции громче всех выступали вовсе не европейские политики, а их товарищи из Соединенных Штатов. Вашингтон кормил Брюссель обещаниями, утверждая, что поможет закрыть подавляющие объемы спроса на голубое топливо в регионе. Однако сейчас спасители Евросоюза под шумок стушевались. Никакой значительной энергетической помощи от Белого дома блок пока, что так и не получил. США заявляли, за год мы сможем передавать в Европу как минимум 15 миллиардов кубометров природного газа, а к 2030 году поставки и вовсе достигнут рекордных 170 миллиардов. Но с одной оговоркой, ценник на газ должен представлять собой отражение долгосрочных рыночных основ, поддерживать устойчивость спроса и предложения. Понятно, что за подобного рода расплывчатыми формулировками кроется обыкновенное желание заработать побольше зеленых, а никак не забота американского правительства о стабильности рынка. Мол, если наша выручка от сделки будет в негативном смысле несоразмерна затратом на ее обеспечение, никакого газа мы вам поставлять не станем. Сейчас ресурсы в обход Европы отправляются в Азию. Спрос на природный газ в азиатском регионе сейчас значительно вырос из-за сильной жары и снижения объемов внутреннего производства, и американские поставщики стремятся извлечь из ситуации максимальную выгоду. Погода летом позволяет Евросоюзу контролировать спрос на энергоносители, однако по мере приближения холодов дефицит вновь обострится, а повышенная конкуренция на газовом рынке спровоцирует резкий взлет цен. Напомним, что государственным сектором в газовой промышленности Штаты не обладают, а частный бизнес в США слушаться правительство не привык. Вашингтон действует из простой логики. Байкотировав поставки отечественного природного газа, Европа спровоцирует сильнейшую нехватку сырья и подъем стоимости, а значит американским компаниям будет крайне прибыльно перенаправить в ЕС азиатские объемы газа. Но европейские государства для американских поставщиков, по всей видимости, далеко не самый желанный клиент. Газ в Евросоюзе подорожал практически в два раза в сравнении со средним ценником за прошлые 10 лет. Закрываются производства, домохозяйство вынуждено экономить газ из-за повышения тарифов. Все это по какой-то причине не послужило весомым аргументом для производителей из США. Издание Business Insider сообщает о существенном сокращении американских поставок в Европу. Так, их объемы в июне практически сравнялись с 1,5 и 1,3 миллиона тонн соответственно. По подсчетам авторов Bloomberg, это минимальный разрыв начиная с конца 2021 года. Стоит отметить, что официальных запретов на использование газа из РФ нет, существует лишь так называемая ответственность за связь с новыми энергетическими проектами. Самый простой пример – Арктик, природный ГАЗГ-2, запущенный в конце предыдущего года. Отгрузок по нему так и не произошло, не смогли подобрать газовозы. Однако, несмотря на все палки, которые нам в колеса пытаются вставлять США, за Россией сохраняется порядка 10% европейского газового рынка. Разумеется, от отечественной продукции в Евросоюзе будут стремиться избавиться как можно быстрее, тем более, что Вашингтон направил Брюсселю очередную партию обещаний компенсировать дефицит новыми природным газом проектами в Соединенных Штатах и Катаре. Бизнес, разумеется, против отказа от российской энергетики. Но последнее слово, как и положено, останется за политиками. Оптимистично на ситуацию смотрит только глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фон дер Ляйен считает, что Евросоюз сумел окончательно слезть с российской газовой иглы, о чем она впервые заявила еще весной 2023 года. Вот только в данном случае Брюссель, по сути, променял шило на мыло, ведь независимость от поставок из России ведет к зависимости от поставок из США, к которым страны ЕС будут привязаны на несколько десятилетий вперед. Об этом, к слову, глава Еврокомиссии также упомянула, пусть и вскользь. Запад пришел в ужас. Они слишком поздно поняли задумку Кремля. Путин до последнего момента держал в тайне свои замыслы, а теперь остановить его уже почти нереально. Сбылись сразу два давних и жутких страха Европы и США. Не только Россия вырвалась из-под контроля, но и Иран тоже. А главное, вместе они теперь объединились и задумали самое страшное, чего так долго боялся Гегемон со своими приспешниками. Россия и Иран вот-вот создадут газовый опек. Теперь это стало возможно. Теперь Запад уже не в силах помешать этому процессу. Хотя и стараются они изо всех сил. Итак, не успела Россия подписать договор между Северной Кореей, который потряс Запад до глубины души, как внезапно прозвучала новость о предстоящем подписании соглашения о всеобъемлющем партнерстве с Ираном. Это событие станет ключевым фактором региональной политики и на долгие десятилетия определит новый миропорядок в постамериканскую эру. Андрей Руденко, заместитель главы МИД РФ, прямо назвал предстоящий договор историческим, дав тем самым старт широким дискуссиям и предположениям в мировом политическом сообществе. Подробности будущего соглашения обещают быть просто ошеломительными. Итак, какие же принципиальные пункты будут затронуты в договоре и каковы будут последствия его заключения? Все эти вопросы ставят под сомнение стабильность уже сложившихся международных связей и бросают вызов прежним лидерам. Начнем с того, что этот договор стал результатом долгих и интенсивных переговоров, занявших почти два с половиной года. Он не был сочинен в последний момент как ход, а является крайне тщательно продуманной и согласованной на 20 и даже более лет вперед. Причем нетрудно понять, что основные контуры этого соглашения ударом по самым чувствительным точкам в Западе. На данный момент открытые цифры по товаробороту между Ираном и Россией относительно невелики – порядка 4 миллиардов долларов в год с той же Турцией, членом НАТО и коллекционером стульев – почти 57 миллиардов долларов. Однако динамика говорит сама за себя. По итогам первого квартала 2024-го Россия и Иран нарастили товароборот год к году на 48%, при этом экспорт из РФ в Исламскую республику увеличился на 77%. Наши переговорщики пока наметили скромную цифру в 25 миллиардов долларов товароборота в год, но, судя по масштабу нового договора, не исключено, что рано или поздно мы подойдем к цифре в 200 миллиардов, которую в свое время озвучивали в Иране. Впрочем, товароборот не является самым точным индикатором торговых отношений между странами, важно учитывать также качество и разнообразие товаров и услуг, которые обмениваются стороны. И вот здесь как раз возникает самый неприятный для Запада момент. Учитывая, как сложились обстоятельства, а она явно сложились не сами, а стали итогом долгого плана, Россия и Иран могут вместе создать структуру, которая окончательно подорвет экономическое доминирование Запада. Напомним, что недавно избранный президент страны первым же делом заявил о важности отношений с Россией. «Россия – наш ценный союзник и сосед, и мы намерены активно развивать сотрудничество как на двусторонней, так и на многосторонней основе», – сказал он. Причем его планы включают расширение сотрудничества не только с Россией, но и с другими ключевыми игроками, такими как страны БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества и Евразийский экономический союз. Недавно стало известно о заключении меморандума между корпорацией «Газпром» и национальной газовой компанией Ирана. Согласно этому документу, будет организована поставка российского газа в Иран и построен газопровод с севера на юг республики. Объем поставок составит 300 миллионов кубометров газа в сутки, что равно 109 миллиардам кубометров в год. И вот Америка снова оказалась в неприятной ситуации из-за России. Интересными сведениями поделились журналисты из Китая. Последние два года руководство штатов прикладывают немоверные усилия, чтобы создать огромные проблемы для российской экономики. А из истории известно, на какие действия способны американцы. Например, они специально завезли на материк Аспу, чтобы истребить индейцев, которые им мешали. А также в этих же целях подсыпали в колодцы с питьевой водой стряхнин. И все, потому что индейцы им мешали, не освобождали земли и не хотели работать на белых людей. И, кстати, именно поэтому американцы стали завозить негров из Африки. Чтобы они работали на их хлопковых плантациях, вместо непокорных индейцев. Вот как получается. Но что-то я отклонился от темы. И вот Вашингтон сам оказался в очень невыгодном положении. А все из-за закупок удобрений из России. Рассказываю, почему американское сельское хозяйство оказалось под контролем Российской Федерации. Как отмечают китайские обозреватели, Россия первая в мире по экспорту азотных удобрений. А также вторая по калийным и третья по фосфатным компонентам. Журналисты Нитяси рассказывают, что правительство США пытается отказаться от покупки удобрений из России. Но против этого активно встают сами фермеры. Они очень против такого решения и утверждают, что в случае такого шага последуют негативные последствия. И вот подтверждение таких новостей. Не так давно в Вашингтоне опять затронули вопрос об ужесточении санкций. Но столкнулись с сильным возмущением со стороны фермеров. А также пресса поделилась и другими интересными фактами. В Америке стили известные данные по импорту удобрений. Оказалось, что США стали закупать российских удобрений чуть ли не в два раза больше за последнее время. И даже стали вторым по объемам импортером. А первое почетное место принадлежит Канаде, которая также не любит нас и желает нашей стране всяческих экономических невзгод. Подводит итоги, китайские обозреватели заявили, что Штаты испытывают потребность в химических удобрениях. Ведь фермеры не могут выращивать без этих компонентов пшеницу, бобы, кукурузу и ячмень. Поэтому можно сказать, что США уже действуют себе во вред. И хотели бы запретить поставки из России, но понимают, каким неприятным последствиям это все приведет. При отказе от российской продукции их сельскому хозяйству придет амба. И на этом фоне для США невыносима мысль о попадании в зависимость от России. Теперь Российская Федерация контролирует поставки удобрений. И при желании вовсе может их запретить. Например, некоторые фермеры вместо кукурузы стали выращивать сою, так как эта культура требует меньше удобрений. В Китае полагают, что сельское хозяйство Америки сильно зависит от России. И нельзя с этим не согласиться. А вы что думаете, друзья, по этому поводу? Пишите в комментариях.